МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Спасибо, садитесь. Я приглашаю на сцену профессора Евгения Аркадьевича Магида. И лекцией будет про искусственный интеллект и робототехнику. Здравствуйте, товарищи студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений Аркадьевич Магид. Я являюсь профессором Казанского федерального университета. И сегодня мы с вами поговорим про искусственный интеллект и робототехнику. И как нам, людям, выжить в будущем мире роботов, что очень важно. Расскажу немножко про себя сначала. Я родился еще тогда, это был Советский Союз у нас. Учился в бакалавриате и в магистратуре в Израиле. Потом учился в Японии. Работал в Японии, в Америке, в Англии. И в 2014 году приехал назад в Россию, в Казань. Если вы посмотрите на карту мира, получится такое кругосветное путешествие. Оно заняло очень много лет, но, тем не менее, было очень интересно. Поэтому те из вас, кто будет заниматься наукой, смогут много путешествовать. Очень вам рекомендую. Давайте посмотрим на историю мира роботов. Мы можем сказать, что роботы начались как первобытное общество. И тогда еще роботов настоящих не существовало. Но уже в мифах, в легендах, в сказках появлялись эти роботы. Например, один из первых роботов – это древнегреческий робот Талос. Он охранял Крит от любых завоевателей. Но из-за того, что роботы тогда были не очень умные, то его обманула волшебница Медея и убила этого робота. Следующий шаг в мире роботов – это 1818 год, когда появился Франкенштейн. Кто-то смотрел кино про Франкенштейна? Отлично. Так вот, Франкенштейн – это первый биоинспирированный робот. То есть на самом деле это робот, состоящий из биологических компонентов. Следующая история в мире роботов – это средние века для роботов, а для нас это уже почти современность – 1920 год. Тогда впервые появилось слово «робот». Кто знает, откуда оно появилось? Кто-то знает, кто придумал слово «робот»? Придумал чешский писатель Карл Чайпик, написавший в 1920 году писью «Рур». Росумские универсальные роботы. Отлично, спасибо. Молодец. У меня многие студенты даже не знают, когда приходят на робототехнику. То есть вам уже можно поступать к нам на робототехнику. Следующий появившийся робот – это в новое время, 1950 год. Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал или читал про Айзека Азимова в его книжке. Один человек, да? Ну хорошо, тогда всем рекомендую почитать. Оттуда же к нам пришли три закона робототехники. Кто-то помнит их из тех, кто читал? А может быть не читали, но знают три закона робототехники? Нет. Знают. Знают? Робот не обязан делать то, что для него рисковано для жизни. Отлично, это третий закон. Первый закон вы назвали в самом начале, что робот не должен вредить человеку. И остался второй закон. Кто знает второй закон? Может быть не знает, но может предположить. Робот не может вредить человеку, робот не может вредить себе. И третий закон, он должен, нет, второй закон, он должен бесприкосно выполнять все указания человека. А третий закон, он не должен выполнять приказания человека, которые нанесут вред другим людям или роботу. Отлично, спасибо большое. То есть видите, половина из вас уже готова к нам поступать и учиться робототехнике. И наконец, новейшее время, это когда мы все уже можем работать с роботами, собирать роботов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть раз собирал робота из лего. Отлично, а вы знаете, что лего очень популярен. И, например, мои студенты в бакалавриате, в магистратуре тоже собирают роботов из лего. Но они на них выполняют уже более сложные задачи. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит в реальном мире. На сегодня вы сами уже видите, что многие из вас собирали роботов из лего. То есть это то, что могут делать все. На следующем этапе у нас уже появилось протезирование, то есть биоинспирированная робототехника и протезы. И появились некоторые роботы с, так сказать, зачаточным искусственным интеллектом, которые могут выполнять определенно ограниченные работы. На следующем этапе мы увидим роботов, у которых уже будет искусственный интеллект, но с некоторыми ограничениями. И, наконец, мы увидим самодостаточный, самостоятельный искусственный интеллект, когда роботы будут жить рядом с нами и быть такими же членами общества, как мы с вами. Где мы можем применять робототехнику и применяем ее сегодня? Это и промышленное производство, и здравоохранение, уход за людьми на дому, за детьми, за пожилыми людьми, за инвалидами. Мы используем роботов для мониторинга окружающей среды, для задач по транспортировке, по охране и, конечно же, для задач по развлечению. Сегодня мы увидим некоторых из этих роботов в действии. Я вам хотел поговорить с вами о специальностях. Есть на сегодня очень много специальностей, которые в будущем исчезнут. Поэтому сейчас, когда вы только начинаете учиться, задумываться о своем будущем, подумайте, как правильно выбрать такую специальность, чтобы потом вы смогли работать, смогли зарабатывать, а не пришлось вам сразу идти на пенсию, как только вы закончите университет. Хочу начать с примера робота-фермера. Этот робот называется Lettuce Bot, и этот робот может заменить 20 человек. Он удаляет лишние кочаны капусты, салата, и этот робот выполняет ту работу, которую не хотят выполнять люди. То есть в Америке уже есть большая проблема, что люди не хотят работать в сельском хозяйстве, потому что работа тяжелая, зарплата маленькая, и они предпочитают доверить эту работу роботу. Давайте посмотрим, как это происходит. В регионе, known as America's salad bowl, it's training day for the lettuce bot, an intelligent machine designed to thin rows of budding lettuce plants. Он говорит, что очень важно, что этот робот делает все автоматически, очень быстро. Пока этот робот только находится в разработке, но уже скоро он выйдет на поля во многие места и заменит таким образом людей. Менеджер говорит, что очень тяжело найти людей, которые будут работать на поле, и поэтому проще поставить туда роботов. Следующий пример – это роботы-рабочие. На заводах уже более 80% работ выполняют роботы. Да, у вас вопрос? Я хотела сказать, что некоторые роботы бывают такие, которые просто куда-нибудь могут нажимать, а некоторые какие-то уже более основные действия выполнять могут. Да, спасибо, все правильно. Вот, например, роботы-рабочие, они выполняют основные действия. Ну, например, представьте себе, идет такой конвейер, и по конвейеру движется деталь от машины, и каждый робот выполняет какую-то свою задачку. Люди там уже практически не нужны. Иногда люди что-то проверяют, хорошо ли работает робот, могут сделать что-то простое. Ну, давайте посмотрим, как это работает на заводе Volkswagen. Человек загрузил детальку в конвейер, и дальше все уже делают роботы. То есть человек практически не нужен уже для этой работы. Эти оранжевые роботы называются роботы KUKA. Это немецкая компания, которая недавно стала китайской компанией. Теперь этих роботов будут выпускать в Китае. Уже сейчас есть фабрики с роботами, где роботы выпускают других роботов. Это очень интересно, и постепенно у нас в России тоже все фабрики будут оборудованы роботами, и люди будут только ими управлять и перестраивать эти линии роботехнические. Следующий пример – это робот-помощник. Этого робота можно запрограммировать делать любые задачи. Его зовут Бакстер. Он сделан тоже в Америке, и его можно научить чему угодно. Видите, у него кнопочка на руке есть. Вот если нажать на эту кнопочку, робот переходит в режим обучения. Можно двигать его рукой, и он все запомнит. После этого вы нажимаете кнопочку второй раз, и робот будет повторять операции, которым вы его научили, бесконечно. Кто вам дома складывает футболки? Сами? Отлично. А представьте, если бы у вас был такой робот, он бы мог складывать футболки за вас и очень аккуратно. Конечно же, это не единственная задача робота. Он может делать очень-очень много всего интересного. Тут все зависит от вас, как от программиста, чему вы робота научите, то он и будет делать. Смотрите, как он здорово ровно сложил футболку. Но медленно. Медленно, да, есть такая проблема. Но мы же не должны стоять и смотреть, как работает робот. Пока роботы работают, мы можем заниматься чем-то другим. Правильно? Следующий пример. Это роботы в гостиничном бизнесе. Это гостиница в Японии. Называется Хенна Хотель. Хенна – это по-японски странный. То есть в этом странном отеле всю работу выполняют роботы. Ну или почти всю. Этого робота знаете? Робот «Нао». Он информационный. Этот робот приветствует людей на ресепшене. Роботы собирают у вас чемоданы и возвращают вам эти чемоданы, когда они вам понадобятся снова. Здесь вы можете сделать чек-ин и чек-аут в отеле. Все автоматизировано. И вот робот везет ваши чемоданы в номер. Вам кажется, что робот очень медленно двигается, да? Но на самом деле в Японии многие вещи в гостиницах и когда вы ходите в ресторан, происходит очень медленно. То есть, в принципе, для Японии это неплохая скорость. И, наконец, когда вы заходите к себе в комнату, там тоже будет робот, который будет вам помогать, подсказывать всякую информацию. А вы были в такой гостинице в Японии? Я, к сожалению, сам в ней еще не был, потому что она только одна такая в Японии. Но постепенно их будет становиться все больше и больше. И на самом деле стоимость проживания в этой гостинице меньше, чем в обычных японских гостиницах. Следующий пример – это робот-учитель. Вот в Южной Корее такой робот уже в 2011 году учил детей английскому языку. У вас в школе роботы вас учат чему-нибудь? Нет. Ну, значит, будут скоро учить. Может быть, через три года, через пять лет. Но роботы обязательно появятся в школах. А на другой фотографии вы видите японских роботов, которые проводят в японской школе класс по науке. Следующий пример – это робот-санитар. Такой робот сделан тоже в Японии. И он сам весит 140 килограмм, но при этом может поднимать человека весом до 80 килограмм. Людям очень нравится такой робот. Я подсчитал комментарии в интернете, что о нем пишут. И многие говорят, что я бы предпочел такого робота вместо людей, которые ухаживают за мной в больницах. Но при этом самый смешной комментарий, который я нашел про этого робота, звучит так. Великолепно. Когда роботы захватят мир и превратят нас в своих рабов, все они будут выглядеть как Hello Kitty. Давайте посмотрим, как работает этот робот. Вспомнили! Здесь software Вам понравился этот робот? Да, он и называется робототехнический медведь, Робер. Следующий пример – это робот-хирург. Такой робот может проводить операцию, но на самом деле этот робот управляется человеком. То есть человек где-то сидит в другой комнате, смотрит на экран, смотрит в микроскоп и руками управляет этим роботом, а робот проводит операцию. Причем человек может сидеть в этой же комнате, в другой комнате и даже где-нибудь на другом конце света, если есть достаточно хорошая связь между человеком и этим роботом. Вот что он сейчас зашивает, видите? Виноградина. Нет, это просто большое увеличение. На самом деле робот очень маленький, у него очень тоненькие ручки, тоненькие захваты, и можно пользоваться различными инструментами. Например, продевать нитку, отрезать нитку и делать другие манипуляции хирургические, которые обычно делает доктор. При этом, когда операцию делает доктор, часто приходится оставлять большой шов, потому что нужно открыть больного, сделать операцию, потом зашить его обратно. Если же это будет делать робот, то можно сделать маленькую дырочку, например, вот такую. В пациенте сделать всю операцию через маленькую дырочку, и никаких шрамов, никаких швов почти не останется. Следующий пример — это робот для реабилитации, его зовут Паро. В больницах, когда дети или взрослые люди болеют, и чтобы быстрее выздороветь, им нужно общаться с животными. Но животных в больнице держать очень тяжело, потому что их надо кормить, мыть, убирать за ними. А если вместо настоящих животных использовать вот такую роботехническую зверюшку, то дети и взрослые пациенты быстрее выздоравливают. Кто из вас видел такую зверюшку живьем? Вот некоторые видели. А знаете, что первый прототип такой зверюшки выглядел как кошка? Но потом создатели решили, что нет, мы вместо кошки лучше будем использовать тюлени. Как вы думаете, почему? Потому что кошка выглядит слишком обычно, а тюленя не все видели, и более интересно с ним играть, все такое. Так, еще. Да, конечно. Вот здесь вот еще. Да. Девочка, пожалуйста. Я думаю, может, потому что за тюленем надо меньше ухаживать. Но это же роботы, за ними не надо ухаживать. Нет, ну вот, вы же сказали, что за животными обычно нужно ухаживать. Вот, а кошка, за ней же надо больше ухаживать, чем за этим. Даже если это не настоящее. Даже не настоящее? Хорошо, вот еще там вот есть рука. За кошкой нужно ходить, кошка может убежать. Есть такие кошки, которые заводятся. Но это же не настоящая кошка. Как она может убежать? Нет, мы говорим о том, почему робот-тюлень лучше, чем робот-кошка. Давай. Потому что кошка, она ходит, а тюлень, у него нет ног, у него только плавники. Отлично. Ну, на самом деле, вы уже все правильно ответили. Уже правильно ответили вы. Значит, первый правильный ответ – это то, что действительно тюленя мало кто видел живьем. И поэтому, когда человек смотрит на робота-тюленя, ему кажется, что он живой. А кошку видели все. И когда вы смотрите на кошку-робота, вы говорите, ой, это же не кошка, это же робот. И второй правильный ответ – это то, что кошка сложнее. Кошка должна ходить, кошка должна вести себя правильно, как кошка. А тюлень, он просто лежит и издает какие-то звуки. Следующий робот – это робот-солдат. На самом деле, это не солдат, а робот, который испытывает одежду для военных. То есть он проверяет, прочная ли одежда, удобная ли одежда. И для этого он должен повторять всякие важные для человека движения. И потом, после того, как одежду проверят, если видят, что она где-то треснула, где-то протерлась, значит, что одежда нехорошая для человека, нужно делать другой дизайн такой одежды. Следующий пример робота – это роботы-помощники солдата, которые могут носить всякие тяжести. Вы видели таких роботов где-то? А где их можно увидеть в обычной жизни? В обычной, боюсь, нигде, только по телевизору. В книге тоже. Они очень устойчивые, но представьте себе, что если робот запомнит, как его бьет человек, а потом, когда роботы станут свободными, он записал фотографию человека, который бил его ногой. Таких роботов разработали в Америке специально для спецопераций, чтобы они таскали за солдатами тяжести. Но на самом деле, недавно американская армия отказалась от этих роботов. Как вы думаете, почему? Шумят. Правильный ответ один был еще. Потому что они мешают, и когда их отталкивают, они потом мешают вам. А вот еще в середине. Девочки, дайте. Эти роботы дорогие, ну, и, ну, ремонтировать их дорого, и сами по себе дорогие. Правильно. Эти роботы очень дорогие. Если, не дай бог, с ними что-то случится во время специальной операции, этого робота придется нести на себе, а он весит больше 100 килограммов. То есть вы хотите сказать, что робот во время войны дороже, чем человек? Дело в том, что на данный момент американская армия от этого отказалась, потому что у робота может произойти не только ранение, но даже просто поломка. И тогда этого робота придется нести по горам, еще где-то замыкание придется нести на себе. Еще есть руки? Или уже был дан ответ? Давайте еще послушаем интересный ответ. Это дети, студенты у нас очень умные собрались сегодня. Я думаю, что когда человека ранили или его кто-нибудь подстрелил, эти роботы могут выдержать даже человека. Они могут нести человека один километр или даже больше. Спасибо. Еще? Хорошо, вот девочка. Они не нужны, потому что если их пинают, то они могут уронить груз. Могут. Мне кажется, что их не покупают, потому что они дорогие. И если они запомнят, кто их там, может, их прострелил, их когда вылечат, то он запомнит и не знает, что они все делают. То есть они будут мстить, мстить, мстить людям? Да, мстить будут. Еще версия. Вот здесь вот тоже. Потому что американская армия отказалась, потому что они есть на войне, они могут выдать армию и могут сразу же всех там расстрелять. Хорошо, давайте последний ответ, потому что у нас еще много. Этот робот, он может пройти 32 километра, и если куда-нибудь в поход пойти, например, ну, он больше будет, чем половину занимать, то на обратный путь не хватит до дома дойти. Спасибо. Хорошо, пока спасибо, потому что у нас будут еще вопросы. Теперь следующий пример – это протезы. То есть вот этот человек, его зовут Лес Бау, 40 лет назад он потерял руки, он работал электриком, и у него руки сгорели. И теперь ему вместо рук поставили вот такие протезы, и он учится ими управлять. То есть эти протезы прикреплены к туловищу. Сначала они управляются джойстиком, чтобы их откалибровать, чтобы поведение протеза соответствовало движению его мышц. А теперь вот он двигает руками уже сам. Представляете, как будет хорошо людям-инвалидам, когда вместо отсутствующих конечностей они смогут пользоваться такими протезами. Посмотрите на лицо этого человека. Он очень радостный, что спустя 40 лет смог почувствовать снова руки и сделать какие-то полезные движения этими руками. Сейчас он управляет сам. Если вы видите, у него на туловище прикреплены датчики, которые читают информацию с мышц. И, соответственно, он думает и пытается двигать какими-то мышцами, и так управляет руками. Я вам показал только несколько роботов, которые уже сейчас могут заменить человека на разных специальностях. Поэтому в будущем многие привычные для нас специальности, такие как фермер, рабочий, водитель и даже солдат, военный, врач и учитель, исчезнут и вместо них будут работу выполнять роботы. Зато появится много специальностей будущего, так или иначе связанной с робототехникой. Это дизайнеры робота, программисты робота, архитекты робота и даже такие новые направления, как робопсихология и робосоциология. Как вы думаете, чем будет заниматься робопсихолог? Я думаю, что робопсихолог будет помогать людям, если у них что-то случится. И общаться с роботами, и помогать людям всем. Спасибо. Теперь обратите внимание, что робопсихолог – это человек. Это человек, который должен выполнять какие-то задачи. Робопсихолог будет успокаивать человека, если у него гнев. Нет, робопсихолог – это же человек, который будет что делать? Да, это новая специальность человека, который должен что-то делать в будущем. Я думаю, похожая версия, то, что он будет, этот робот-человек, он будет советовать людям то, что вот у него какие-то проблемы, он будет говорить, как от них, например, избавиться или еще что-нибудь. А может быть, это будет человек, который будет помогать роботам? Нет? Ну, может быть. Может быть. Так, еще версия. Он может выслушивать и успокаивать. То есть человек будет успокаивать роботов? Нет, роботы будут человека успокаивать. Мне кажется, робот, человек будет лечить роботов от того, что они сойдут с ума или что-нибудь с ними случится, такое, что может вылечить только психолог. Спасибо, это интересно. Может, если у людей что-то случилось, то робот-человек им может помочь. Так, спасибо. Еще варианты? Это человек, который будет, я думаю, что это будет человек, который будет помогать роботам, вот, например, успокаивать их, ну, улаживать их непорядки, например, поломки разные. Спасибо, еще. Я думаю, что робот-психолог, он может вот помогать человеку или роботу другому успокоиться. Ведь робот-психолог, он даже умнее человека-психолога, поэтому так получается. Спасибо. Давайте последний ответ, а потом я скажу, что я думаю. Давай, говори. Я считаю так. Если робот-психолог – это человек, то робот, если его кто-то сломал, то он захочет отомстить. И человек, робот-психолог как раз-таки будет его успокаивать, чтобы быстрее не началось так, что мы уже будем рабами роботов. Спасибо. Я думаю, что вы все ответили правильно, но есть еще одна дополнительная задача. Робот-психолог будет жить в новом обществе, где люди живут вместе с роботами. И не всем людям будет легко сразу принять роботов, понять, что они такие же члены нашего общества, такие же друзья, как люди. Поэтому робот-психолог будет помогать тоже людям принять и понять роботов. Теперь у меня к вам такой еще есть вопрос. Вы думаете, что роботы будут мстить, но на самом деле это же мы программируем роботов. Как мы их научим, как мы их запрограммируем, так они и будут себя вести. Как вы думаете? Кто согласен, скажите «да». Нет? А если будут люди, которые запрограммируют роботов мстить? Тогда мы ничего… А вы помните законы робототехники? Первый закон робототехники говорит, что робот не может нанести вред человеку. А если робот поймет неправильно свою задачу? Вот я смотрел фильм, там «Мир здесь и сейчас» была программа у робота, но он не так понял эту программу. Поэтому смотрите, когда мы пишем программы, когда мы создаем робота, примерно 10% времени мы создаем робота и пишем программы, а потом 90% мы тратим на то, чтобы протестировать робота. Вы так же делаете, когда собираете роботов из лего или сразу программируете и все? Скажите, пожалуйста, «да», кто тестирует своих роботов? Вот видите, вы их протестировали, значит роботы работают правильно и не могут взбеситься и мстить человеку. Есть предсказания Рея Курцвилла, которые являются техническим директором Гугла. И он говорит о том, что роботы так или иначе это наше будущее. И уже в 2022 году в США и в Европе будут приниматься законы, которые регулируют взаимоотношения людей и роботов. Что же нам делать, чтобы выжить в этом мире роботов? Прежде всего учиться. Мы должны готовить правильные кадры, давать дисциплины робототехники в университете, в школе. И тогда мы сможем правильно программировать и создавать этих роботов. Что такое робототехника? Робототехника – это сложная наука, которая включает в себя математику, физику, электронику, программирование. И обычно мы делаем роботов большими командами, потому что одному человеку сделать робота сложно. Соответственно, из-за того, что у нас в России робототехника пока недостаточно развита, на ближайшие пять лет специалисты почти полностью отсутствуют, а на 25 лет будет большой кадровый голод. Это моя лаборатория. Лаборатория появилась полтора года назад. И на сегодня у нас 8 сотрудников, 7 бакалавров, 10 магистров и 3 аспиранта. И при этом у нас есть 11 роботов, и мы ждем 6 новых роботов. Вот это роботы, которые у нас есть сегодня. То есть промышленные манипуляторы, роботы антропоморфные, роботы гусеничные. И вот это пример симулятора, который сделали мои студенты во время учебы в бакалавриате. То есть группа роботов опробирует свое поведение, тестирует свое поведение. Вы видите один наземный робот колесный и два летающих беспилотных робота. Это другой пример, как мои студенты научились создавать трехмерные карты для роботов практически из любых картинок. Например, вы видите такую полоску из картинок. Это черно-белый лабиринт и просто фотография, которую я сфотографировал на полу в больнице. Из всех этих фотографий и картинок мои студенты смогли сделать карты автоматически. И следующий пример – это робот, который проводит в нашей лаборатории автономное изучение помещения. Этого робота разработали в России, а моя команда пишет к этому роботу программное обеспечение. То есть мы даем робота карту. Вы видите на экране сереньким эта карта. То, что помечено белым – это области, которые робот знает, а серым – это те области, которые робот еще не знает. Дальше телеоператор получает от робота карту и показывает роботу. Следующую точку нужно ехать сюда. И дальше робот автоматически едет в это новое место и достраивает карту. Видите, постепенно открывается все больше и больше белых участков. Это то, что робот увидел сам и рассказал человеку-оператору. У нас запустилась в этом году, в сентябре 2017 года, программа по робототехнике в магистратуре. Но можно учиться и в бакалавриате по отдельным предметам робототехники. И когда вы вырастите, я вас приглашаю к нам на учебу. Потому что очень важно сейчас вам разобраться, какая профессия вам будет интересна – гуманитарная или техническая. Некоторые из тех студентов, которые выбрали гуманитарное образование, они говорят, мне не нравится математика, мне тяжело было учиться на математике. Но на самом деле часто работает стереотип, что у меня кажется гуманитарный склад ума, и тогда я никогда не смогу понять технические науки. Это неправильно, все зависит от вас самих. То есть, когда мы работаем в технических науках, самое важное – понимать, что мы не можем получить результат всего за пару занятий. Любые знания состоят как из маленьких кирпичиков, и чтобы получить конечный результат, мы должны собрать все кирпичики. В гуманитарных науках нет такого четкого выраженной лестницы из навыков и дисциплин, но при этом любой человек может стать робототехником. Главное, чтобы у вас была мотивация, было желание, и вы должны ответить себе на такой вопрос, сколько времени я готов или я готова потратить на то, чтобы стать робототехником. И, наконец, у нас очень интересно учиться. Все время есть разные интересные соревнования. У каждого студента есть какой-то свой робот, с которым он работает. И вот здесь вы видите спичечные коробочки, раскрашенные в разные цвета. Это соревнования, которые проводят студенты на занятии в бакалавриате вместо экзамена. То есть теперь вместо экзамена у нас есть вот такое интересное соревнование с роботами. И что я вам хочу сказать напоследок, это прежде всего выбирайте в жизни успех, верьте в себя, у вас обязательно все получится. И поступайте учиться к нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.